Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлер, я основатель и ведущий аналитик проекта CFR Deposit. Сегодня 17 марта и для клиентов брокерской компании Amarkets это внутридневная аналитика по моей авторской торговой системе. Начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится в зоне накопления между двумя ключевыми уровнями 1.12259 и 1.10969. Расторговывать такое накопление можно только при выходе из этого накопления. То есть в случае, если будет импульсный выход пробивающий уровень 1.12259, то на откате можно будет посмотреть точку входа на покупки и таким образом совершить сделку. Если будет импульсный пробой нижней границы уровня 1.10969, то тогда на откате можно будет посмотреть точку входа на продаже. Франк также сейчас находится в определенной зоне накопления между двумя ключевыми уровнями 0.94972 и 0.94001. Та же самая абсолютная ситуация, если пробивается уровень 0.94972, то на откате можно попробовать его зайти в сделку при получении точки входа. Если будет пробит уровень 0.94001, то тогда можно будет рассмотреть точку входа на продаже. Во флэтной ситуации здесь торговать неинтересно. Фунт после долгого и сильного падения наконец-то пришел в ключевой уровень 1.21956 и здесь все продажи у него закончились. На сегодняшний день я жду как минимум отката от этой зоны, потому что уровень очень сильный. Здесь будет, жду сейчас импульса для того, чтобы понять куда дальше цена пойдет, для того, чтобы можно было рассчитать потенциал этой сделки. И тогда уже можно будет говорить о точке входа. Ена тоже после неплохого движения вверх оказалась в зоне накопления между двумя уровнями 107.266 и 105.519. Здесь я ожидаю все-таки пробоя, но скорее всего верхней границы по факту посмотрим. И тогда уже буду искать точку входа на покупке на откате к уровню 107.266. Если все же опустится ниже и пробьет уровень 105.519, на откате буду искать точку входа на продажу. Австралийский доллар сейчас движется к своему потенциалу. Максимальное, что по продажам он мог дать, это уровень 0.59.813. Осталось здесь ему немного еще дойти. Соответственно здесь потенциал всех продаж, которые были совершены ранее, здесь у нас заканчивается. И здесь мы ждем отката. Как минимум отката от этого уровня. Уровень тоже очень сильный. Соответственно все сделки на нем лучше все продажи закрыть. Новозеландский доллар пока тоже тормознул. Находится в зоне накопления между ключевыми уровнями 0.61.278 и 0.60.078. Торговать его лучше конечно на пробитие уровня. И в данном случае я все-таки ожидаю пробой, дальнейшее продолжение продаж. И в случае если импульсно пробьется уровень 0.60.078, на откате я буду искать точку входа на продажи. Золото. Золото показывает просто огромную волатильность последние дни. И соответственно сейчас продажи продолжаются. Сейчас я ожидаю золото у уровня 1440.52. Это максимальный потенциал по последним продажам. И здесь как минимум будет все-таки коррекция. И там дальше посмотрим. Если не будет какого-то хорошего движения вверх, то боюсь, что продажи продолжатся. И уровень 1440.52 будет пробит. Но пока на сегодня, на завтра план такой. Нефть. Нефть достигла ключевого уровня 29.63 доллара за баррель. Сейчас произошел небольшой откат, но все-таки нефть, я ожидаю, под уровнем 29.63. То есть сегодняшняя цель нефти по продажам 27.93. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Амаркес. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго, удачи в торговле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok